Увидел новость социальной сети и решил уже детальнее ее рассмотреть. Это значит, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал четырех всадников апокалипсиса «геополитическую напряженность, изменение климата, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями». Ну, в принципе, как бы все актуально. Напряженность геополитическая по всему миру большая и в Европе, в Азии, там даже и в Латинской Америке у них там что-то случается. И постоянно с Кубой с 61-го года, когда Карибский кризис, там они не успокоились. Изменение климата, ну то есть действительно много, наверное, заводов работает, спаливается этого мусора. Сколько и в океане его не спаленного, что нигде не плавать этим ни дельфинам, ни акулам, ни рыбам. Все запутываются в тех сетях там и все остальное. Глобальное недоверие. Ну, это вот такой пункт. Люди все разумные во всех странах и не могут договориться по-нормальному. Раньше перед Первой мировой была Лига наций. Потом сделали после Второй мировой организацию объединенных наций. И видите, все равно все вроде с образованием, все умные, а недоверие остается, не могут договориться, как все распределить сферой влияния и все остальное. Чтоб не было войн и торговых, и таких вот вооруженных столкновений. И злоупотребление новыми технологиями, это тоже действительно. Смотрите сейчас, как даже боевые действия ведутся все на дронах. Если даже где-то кто-то какие-то старые пушки применяет, так все равно корректируют с помощью летательных аппаратов. Маленькие, миниатюрные, чуть ли не детские, как игрушки. А вот используются технологии. Недавно показали лазерное. Использовало оружие РФ. Вот новая, у них разработка есть. Тоже какая-то технология, что передовая. И вот смотрите. Геополитическая напряженность привела к террористическим атакам и растущей ядерной угрозе. И больше, чем когда-либо после Второй мировой войны, люди вынуждены покидать свои дома в результате вооруженного конфликта и преследования. Да, с Украины, вот к примеру, много выехало из других стран. А вот трагедия Лаоса и все остальное мы уже все позабывали. А там же ж миллионы вырезали в Лаосе. Пулпот где-то еще в Америке был. Ну то есть по всему миру это в информационный 20 век уже достаточно. Куча вот этих всех было, таких вещей. Второй всадник апокалипсиса. Генсек ООН объяснил, что миллионы живых существ скоро будут под угрозой исчезновения, потому что наша планета горит. Ну горит она и в прямом смысле, и в переносном. Вот зерно с Украины весь мир хочет вывезти. Чего Украина должна всех кормить? Африку, Европу, непонятно. Вот мне вот это вот. Ну платите не за бесценок покупают по 200 баксов за тонну. Платите 1000 долларов за тонну, 2000 долларов за тонну. А что это тут у нас? Наши фермеры ничего не имеют. Олигархи землю скупили, паи в аренду, побрали. За бесценок это все обрабатывают. И даже им 200 баксов за тонну хватает зерна, чтобы навариться. Должно все быть народное, и народ должен получать с этого прибыли, если мы можем больше зерна вырастить. То есть как оно? Фабрики, заводы рабочим, а землю крестьянам. То есть опять актуально, как было 100 лет назад. Глобальное недоверие привело к тому, что 2 из 3 человек живут в странах, где увеличилось неравенство. Это неравенство у нас давно. Но какой-то сраный чиновник, он уже себя царем богом видит, даже на районном уровне. Это вот особенно было в Украине чувствительно. Если он становится чиновником, народный бюджет становится его. Районного уровня, областного уровня или государственного. Это мы из-за неравенства знаем, или если он, к примеру, там в правоохранительных органах работает, он уже чуть ли не, как говорится, ну, сверхчеловек стал. Еще одна проблема с злоупотреблением технологическим прогрессом, считает Генсеку. Он отметил, что несмотря на огромные выгоды, которые приносят новые технологии, некоторые используют их для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фейков, угнетания эксплуатирования людей, а также нарушения приватности частной жизни. Тоже, с одной стороны, что даже у тех вот, вроде как крутых, даже вот артистов Голливуда, они, к примеру, заработали деньги честным путем. Или тот Илон Маск, может, тоже честно заработал все эти подряды, получил и все. И чего вы лезете к тому человеку, вот что, как он живет и все остальное. За чиновника показать, который бюджетными деньгами распоряжается, ну, пожалуйста, это, как говорится, это. Распространение фейков. Это западная пресса тоже больше, чем на постсоветском пространстве эти фейки делает. Разжигание ненависти, которые приносят новые для совершения преступлений. Нас американские фильмы показывают, как банки грабят, постоянно про ограбление банков, вон все новые там технологии у них. Вот так вот оно, видите. Видите, вроде все актуально, сказал, но никто же это слушать не будет с руководителей. Каждый гнет свою дудку, каждый хочет, чтобы своему государству было больше выхода. И все. Они говорят о дружбе, о партнерстве, а все хотят обобрать, как вот славянские страны уже оббирают последних 500 лет. То вывозят с них золото, где-то там хранится, но то в Китае оно хранилось, в Америке, Ротшильды там влезали с тем хранением золотого запаса царской семьи. Там столько было накручено на это вот. Но с этим всем вывозят просто, как говорится, славянские страны должны жить богаче всех, а запад всегда хитростью вытягивает с них все последнее. Это просто реальный факт. Вы историю посмотрите, кто вот сильно сомневается в этом. Потому что это ваш уровень жизни. Если вы не будете об этом задумываться, то вы кому принадлежит, к примеру, Украина? Все олигархам принадлежит, вам ничего не принадлежит. Где ваши приватизационные сертификаты? Вы что, получили долю из тех предприятий или что? И вот до сих пор нет единого мнения, вот что такие-то всадники апокалипсиса. Чума едет на белом коне, еще известен как завоеватель. Но чума тогда хорошо покосила. Война на рыжем коне, еще известен как раздор. Голод на вороном коне и смерть на бледном коне. Бог призывает и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Но это бог, я сразу говорю, это не славянский бог. Славянские боги это не делают. Это бог, который вас всегда делает несчастными. Это другая палестинская мифология, чтобы уже точки над и поставить. У славянов раньше религия была, как говорится, в содружестве с богами. И вот открыть апокалипсис Васнецова, он сейчас запрещен. Эта картина на западный мир запретил. Эти все картины и Васнецова и все остальное. Вот эти всадники, смотрите, как они выглядят. Тут вот рушится, вот это все, смотрите, как разрушения идут. По людям скачут. Тут внизу вот идет война, мечами сражаются, мертвые люди лежат. Вот так вот оно, видите, вот эта картина. Вот он Васнецов, художник. Что-то без обуви они все. Сейчас мы еще увеличим, чтобы рассмотреть. Смотрим. Ну, реалистично. Это называется потом социалистический реализм. Смотрите, как нарисовал. На заднем фоне просматривается, видите, как духи. Вот это все, картина продумана. Качественно сделана. Смотрите, как все. И конь, как смотрит глаз коня. Я об этой картине раньше не знал. Вот сегодня подумал сделать видео по тому выступлению Генсека ООН. Гляньте, тут конь уже ранения тоже получил. Жалко коней. Сколько их погибло в этих войнах. Всадник живой остается. А кони ранили коня. И что ему потом помирать тому коню? И его же ветеринары на фронте не будут лечить. Вот такая картина. Вот это апокалипсис. Но вот этот Гутерреш. Сейчас как-то не сильно все его и биографию знают. Сам он, видите, с Португалии. Вот такой дядька. Вроде так с виду добрячок. Так вот посмотреть первое впечатление. Сколько тут ему. Родился 30 апреля 49 года в Лиссабоне, Португалии, 73 года. Тут он был написан женат. Одна жена от рака умерла. Потом он на жене женился другой. На 12 лет младше той жены. Вот та жена была 46 года. Даже старше его. В 88 померла. Потом женился на 6 и 10 года жены. Вот так вот Гутерреш. Но сейчас глянем его фотографию покрупнее. Чтобы уже рассмотреть, что это за человек такой у нас. Вроде как руководитель планеты. Ну, смотрите, какое вы мнение составите. Не лысый. Волосы еще остались свои. Питание все-таки португальское. Неплохое. Овощи, фрукты кушает. Вот, 73 года. Вроде как нормально выглядит Гутерреш. Как вы думаете? Ну, тут если посмотреть все о жизни, тут можно было много всего говорить. Заходите на YouTube канал. Внизу под видео щелкаете вот о жизни. Упорядочить можно самые популярные. Выбрать. Откроются. Вот Амарант, который Петр Первый запретил. Раньше хлеб и кашу делали. Можно посмотреть плейлисты. Есть плейлист общества. А можно там и собаки, коты, плейлисты. Эксклюзивные, уникальные. Очень все шикарнейшие видео. Там впечатлений у вас будет море. Просто уже если не похвалишь. Вот голуби в Херсоне цветные. Вот это такие голуби действительно были на Центральной улице. Потому что у нас люди, тут в поиске берете, может поиск по государству дайте, по смыслу жизни. Что вас интересует? Вот если выбрать слово государство. Государство. Тут есть много познавательных таких видео. А что-то так люди и не хотят сильно смотреть. Что тут в заглавиях? Наемные работники обнаглели государство как заработок. Ну вот то, что я говорил за правоохранителей. Призыв украинки. Государство это вы. Вот простая женщина в суде объясняет людям в перерывах между судебными заседаниями, что это вы государство, что это ваши суды. Вы должны избирать судей. Этого уже нету 30 лет. При Советском Союзе еще избирали судей. Цифровой паспорт в смартфоне. 650 гривен по безработице штрафует государство для чиновников. Как выжить простому человеку. Украина олигархическое государство. Влияние на все стране. Ну то, что мы говорили, что олигархи себе подчинили все. Вашего тут ничего нету. Все ихнее. Земля, заводы, фабрики. И даже сейчас куча сделок по земле идет в военное время. Так что я не знаю, о чем вы думаете, когда не понимаете простых вещей. Круговорот чиновников в Украине. Вот социального лифта нет государства. Но много интересных видео, шикарнейших. По таких вот зловодневным вопросам. Политбюро. Почему развалился СССР? Салон вызвал полицию и клиент в мобильной связи. Ну много видео. Видите, они все разноплановые. Стартап зарубили. Буратино, где твои пять золотых. Не спится депутату. Тут вот хороший плейлист. Тут вам скажу. Вот этот кошки-коты. Тут есть про котенка. Откройте все плейлисты. Там самый шипящий котенок. Есть кошка шипящая, а есть котенок. Вот кошки и коты 154 видео. А на собак у меня 125 видео эксклюзивных. Вот Барды, Филипп Вилл. Вот этот французский гитарист Херсон приезжал. На гитаре играл. Сильно манерный тип, конечно. Вот и мгновение Херсона. Тут вообще первые четыре видео шикарнейшие. Нарезка самых моментов о городе. Мгновение Херсона. Первые четыре видео. А так 719 видео. Есть еще Херсон политический. О таких общественных вопросах Херсоня. Вот посмотрели мы о всадниках апокалипсиса. Что самое главное? Самое главное это человеку жить в согласии с природой, чтобы ничего не болело. Человек должен прожить 150 лет. Так он рассчитан. А мы себя этим питанием и всем остальным добиваем за 60 лет. А к 70 кто доживет, то сейчас еще живет до 70 поколения, которое на хорошем продуктах выросло. А сейчас поколение, которое на всех усилителях вкусов, в томате натрия и все растет, то я не знаю сколько они проживут. Мне кажется, что вот это сейчас поколение с этим питанием, они будут жить до 50 лет, наверное. Потому что корпорациям, а не люди после 50 лет, зачем нужны. Ну то есть, думайте. Тут у меня канал, вот я же говорю, что посмотрите видео и может и дольше проживете. Есть, кстати, и плейлист по питанию. Я уже говорю за канал, какие видео рассказываю. Есть тут вот вкладку о канале, прочитайте. Тоже зайдите вот-вот о канале. Обязательно. Ну вот так вот поговорили мы о четырех всадниках апокалипсиса. Люди каждый гнет свое. Тот социалистический образ жизни, еще какую-то общность предполагал людей. А вот этот дикий капитализм сделал в нас каждый сам за себя. И надо, конечно, думать, как сделать не шведский капитализм, а намного лучше. Такой социальный, настоящий капитализм, где будут кто хочет бизнесом заниматься, занимайся только по-честному. Плати на охи и все остальное. Чтобы было на бесплатную медицину, потому что вы увидели, что такое платная медицина. Она жизни вам не добавляет, а только вытягивает деньги с вас. Продолжение следует...